всем привет вы на канале сутажный сундучок меня зовут оксана те кто уже достаточно давно знаком с утажным шутьем наверняка обратили внимание что часто используются стразы не только круглой формы и кабошоны не только круглой формы но и форме капельки и довольно часто эти стразы обшиваются бисером как же обшить страз бисером для того чтобы сохранить форму капли я вам покажу сегодня для того чтобы обшить страз форме капли нам понадобится конечно сам страз я его уже заранее приклеила на жесткую фетровую основу и поскольку у меня страз акриловый я покупал его в магазинчике тетобиот ссылка на него есть в описании он достаточно высокий и мне пришлось вырезать такое отверстие в подложке если у вас страз стеклянный он иногда более плоский и вырезать такое отверстие в принципе не обязательно я буду обшивать этот страз голубым бисером чешским 11 номер это обычный круглый бисер в идеале конечно следует взять бисер ну например японский миюки цилиндрической формы или у бисера тоха тоже есть такая цилиндрическая форма но и круглый в принципе вполне подойдет и для того чтобы закрывать я буду использовать вот такой серебристый бисер 15 номер это бисер японские фирмы то кроме того мне понадобится конечно нитка иголочка я буду использовать вот такую достаточно толстую моно нить для того чтобы вам показать и так мой страз это страз два на три сантиметра я специально взяла побольше для того чтобы вам было лучше видно начинаю я пришивать бисер самым обычным способом также как и для шахматки набирая две бисерины делаю на них отступ пришиваю выхожу на изнанке между этих бисеринок и прохожу в последнюю затягиваю повторяю то же самое две бисерины нанизываю отступая на расстояние равны примерно этим двум бисеринам делаю я это на глаз выхожу между бисеринок прохожу в последнюю и затягиваю посмотрите при этом я слегка прижимаю пальцем основу для того чтобы у меня бисер лег ровно по краю давайте я вам еще раз покажу две бисерины и таким образом мне нужно обшить мой страз ну примерно вот до этого расстояния вот так Итак, посмотрите, я почти полностью обошла свой страз по контуру бисером И у меня есть уголок Основное отличие обшивания капли бисером от обшивания страза любой другой формы Как я показывала на примере овала или если вы будете обшивать круглый страз Здесь количество бисерин в первом ряду должно быть нечетным Сейчас у нас, поскольку я пришивала двойками, четное количество бисерин Я не стану их тут считать, потому что это не имеет значения И для каждого размера бисера и размера страза получится разное количество Поэтому я просто вам еще раз напомню, что количество должно быть нечетным Но в данный момент оно у нас четное И посмотрите, здесь как раз получается, я пришиваю две бисерины Которые будут образовывать как бы уголок И у меня остается ровно для одной бисеринки место Поверьте, так получается всегда То есть если вам нужно найти место ровно для одной бисерины Оно именно для нее и находится Гораздо чаще у меня бывает наоборот ситуация Когда мне нужно обшить шахматку А у меня, ну вот никак нужно еще одна четная бисерина не помещается Сейчас у меня количество бисерин здесь нечетное Я прохожу полностью весь ряд по кругу Для того, чтобы выровнять его И закрепить мой первый ряд Помогаю себе иногда инструментом И теперь на данном этапе моя задача определить две бусины Которые, вот две бисеринки Вот эти вот, да, видите Которые будут образовывать центральный край вот этой капли И я должна выйти из второй Вот эти две бисеринки Видите, вот я сейчас все поправила Вот у меня вот эти две бисеринки Они как бы центральные Я выхожу из второй И начинаю поднимать второй ряд шахматкой обычной Через одну Просто нанизываю бисер Попутно вот так немножечко поправляю То есть эту стенку я поднимаю Посмотрите Вот у меня бисерины приподняты через одну Таким образом мне нужно дойти до края страза ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот посмотрите У меня последние бисерины Итак, вот у меня первая, из которой я вышла Вот эти две бисерины Я полностью сейчас пропускаю Посмотрите, я дошла до конца ряда У меня, если я вшиваю одну Остается как бы пустота И не получится шахматки Я вот эти две последние бисерины прошиваю вместе И посмотрите, что у меня получается У меня получается вот здесь в основании Две пустые бисерины в первом ряду А здесь по одной Выхожу в следующий ряд, поднимаюсь И продолжаю закрывать тем же бисером То есть второй ряд формирую тем же самым размером, что и первый Затягиваю Сейчас, когда я подниму второй ряд, будет более наглядно видно Затягиваю Смотрите, второй ряд у меня почти полностью сформирован И здесь осталось две бисеринки первого ряда основы Здесь возможны разные варианты Вы можете сюда добавить либо две бисерины 15 размера Что я, собственно говоря, сделаю Можно добавить тот же самый 11 бисер Почему я добавлю 15? Для того, чтобы было более гармонично Сейчас я ухожу уже на другой цвет Я беру контрастный Если я добавлю 15, то у меня будет и основание капельки И все остальное поддержано одним цветом Если вы все это делаете бисером Одинаковой расцветки То вы можете также использовать здесь 15 Но можно использовать и основной бисер Тоже будет интересно Сейчас я закрываю 15 размером И выхожу, видите, вот таким вот образом На закрытие финишного ряда В принципе, делаю то же самое, что и при обычной шахматке То есть нюанс здесь именно в том Что мы в первом ряду используем Нечетное количество бисерин И вот эти две бисеринки Они создают нам вот эту дополнительную Как бы ножку-капельку Кто-то сюда может добавить И в принципе одну бисерину На данном этапе Это тоже будет интересно Я же сейчас просто добавив две пятнашки Серебристые Для того, чтобы вам было лучше видно Буду затягивать его Обычной своей шахматкой Смотрите, что у меня получается И вот у меня, посмотрите, последняя пятнашка Пятнашка здесь Я ее поправила, вшила И можно оставить работу таким образом Вот у меня получилась капелька Можно выйти вот здесь Между вот этих двух пятнашек И вшить сюда еще одну маленькую бисеринку Она как бы вам добавит вот это вот ощущение капли И после того, как вы это сделаете Вот сейчас я вам покажу Посмотрите Вот она добавляет вот это вот ощущение треугольничка И после этого, в принципе, можно смело уходить наизнанку Все это затягивать Еще раз напомню Здесь вы можете использовать не обязательно контрастное сочетание Я использовала именно такое Для того, чтобы вам было лучше видно, как работает бисер разных размеров Бисером одного размера Это тоже можно сделать Но это будет немножечко сложнее Потому что вам придется потом проходить, затягивать И, возможно, это будет не очень красиво Вот эту вот последнюю финишную пятнашку Можно вставлять Можно не делать этого Это тоже исключительно на ваше усмотрение Посмотрите, как можно использовать эту капельку И в меньшем размере, и в большем Здесь я обшила полностью бисером 15 номера эту каплю Здесь я использовала крупный очень бисер Это вообще десятка в сочетании с серебристым 15 Я надеюсь, что мой сегодняшний урок был вам полезен И я понятно объяснила, каким образом я обшиваю каплю Для чего я использую нечетное количество бисерин в первом ряду И как я формирую свою капельку Приходите в мою группу ВКонтакте Подписывайтесь на меня в Инстаграм Ссылочки есть в описании под видео Всем огромного вдохновения и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok